здравствуйте это видеоканал русская америка я сейчас пока еду в бруклин сделаю несколько видео ответов накопленных некоторые видео ответы люди ждут больше двух месяцев извиняюсь но не было у меня раньше времени первый как раз из долгих первый вопрос слышал человек мне пишет что слышал что ю тубе что один блогер рассказывал можно получить визу в канаду потом на границе с канадой америки заказать вертолет и на этом вертолете перелететь в соединенные штаты потом выйти из вертолета вертолет туристический летают из на ванхэттена везде есть маленькие и 6 место потом выйти из этого вертолета оказаться на на территории америки естественно автобусы ехать куда хочешь я прокомментировал версию я щас комментирую во первых я не знаю я не летал на таких вертолетах именно вот из канады в америку я не знаю как там все это устроено и что они проверяют при посадке вертолет во вторых может быть и проверяют визу в америку но если даже не проверяют и вышли из вертолета и пошли как объясняют то это называется нелегальный переход границы потому что даже если вы потом пойдете назад границы и заявите пограничнику американскому что вы хотите подать на политическое убежище то это будет считаться нелегальным переходом границы потому что если вы заявляете со стороны канады граница она и обозначает что с одной стороны одно с другой другое вот если бы вы пошли с канады с мексики и они со стороны другого государства подходят к пограничнику это не нелегальный переход границы тут они называются просят политическое убежище на границе это абсолютно легально а здесь вы уже перелетели границу то есть она где-то осталась воздушная граница они везде прочерчены потом идете вас однозначно арестуют но будут рассматривать уже ваше дело как переход границы нелегальный да есть случаи я лично знаю такой случай среди моих знакомых когда люди нелегально переходили границу правда с мексики перелазили там через заборы канели там пользовались слугами проводников и потом доказывали все таки здесь уже находясь в соединенных штатах сидели в тюрьме сначала выпускали не доказывали о том что их преследуют не по незнанию пошли вот таким путем можно но это очень-очень сложно если мы говорим например о браке да вот когда люди находятся с нелегалами да потом находят себе жену мужа так вот при нелегальном переходе границы брак уже не поможет то есть это вот самая-самая-самая сложная процедура уже для вашей легализации если вы нелегально перейдете границу поэтому но это глупый совет если вы увидели это в ютубе и блогер такое рассказывает он вас вводит просто в блудни и уверен же какая-то часть людей поверит и пойдет этим путем потом из поверх и исковеркаю себе всю жизнь чем это закончится печальными событиями это мой ответ если у вас какие то есть другие версии у зрителей пишите в комментариях с удовольствием почитаю